Вот, вот послушайте, донщик, послушайте, строительные работы стоят вот эти зимние с коэффициентом полтора. Я специально консультировалась. То есть вот умножайте свою цену уже. На Аланецкого такой гараж стоит, на Аланецкого 15. Уже судятся люди. Народный гараж в нашем дворе строится с огромными нарушениями федерального и московского законодательства. Назову некоторые из них. Послушайте, пожалуйста, послушайте, уважаемые донщики, как вас обладают. По документам, а именно различным постановлениям проявленного московского законодательства. В чем дело? Слушайте, в этом дворе, мальчики, у них не будет денег, не будет машины, если они будут таким образом. Покажи паспорт! Вы решите, пожалуйста, я хочу вам сказать. Вы стоите, я сейчас принесу. Я из этого дома, а вы-то откуда? Вот этот дом 6Б, вот даже есть тут люди, кто в гараже, он на 12 метров с половиной поднимется этот гараж и закроет людям вот с южной стороны все солнце практически. Кто первый, второй, третий этажи, они не будут больше видеть солнце всю свою оставшуюся жизнь. Себестоимость одного места здесь примерно 100 тысяч. Они уже поставили 350. Откуда взялась эта цифра? С потолка родилась. Причем говорят, что будет дороже гораздо. Это для тех, кто вошел сюда уже. Дети вот здесь вот. Здесь играют дети со школы. Вот эта дорога. Дорога в школу. Дети идут утром в школу. Будет 170 автомобилей. Помимо нас выезжать. Можно организовать гостевую стоянку, как это называется, плоскостную. Конечно. Именно для жителей нашего двора. И больше никого. Только тот, кто здесь живет. Потому что я знаю, что в этом дворе стоят все, кому не лезть. Списки не показывают. Потому что в этих списках по 6 гаражей купили. Три. Ибанов даже людям говорил. А мы потом будем перепродавать. То есть они же купили. И мы будем сдавать вам уже в аренду. Я депутат Единой России. Но это не значит, что... Спасибо, я понял, что вы ее приветствуете. Но это не значит, что в Единой России нет нормальных здравомыслящих людей, которые, еще раз говорю, что всегда боролись и борются только за своих граждан. Я доктор детских травматологов. Держите. Вас все равно не слышно. Хоть услышит вас народ. Право поступило подлое. Сделало публичное слушание 20 июля в сезон отпусков, когда в Москве стояла аномальная жара. Но даже несмотря на то, что вы все проголосовали против, в протоколе почему-то появилась запись за. И протокол не выдали. И протокол... А потому что там зачем? Вы же выступали против. Вам нужен этот гараж? Нет. И мне не нужен гараж. И вам не нужен гараж. Нашим друзьям не нужен гараж. Соседям не нужен гараж. Давайте скажем. Нет гаражу. Нет банного. Нет в ваннову! Нет в ваннову! Нет в ваннову! Нет в ваннову! В ваннову под суд! Будто вы здесь не живете, не дышите, и вашим детям не надо здесь спорять, да? Вы так рассуждаете. Будто ваши дети пойдут? Поставим по подъемам, вчера по дому поговорим. Не постой! Если вы не будете относиться, то так все и будет. Всю жизнь так будет. Ну хорошо, пусть построят. Значит, дорвется. Когда же кого-то найдут виноваты, то его посадят. Ну и что? А надо все равно подыхать уже тогда. Вот дыша вот этим, надо все равно подыхать. Только останется взорвать тогда все.